16 октября. День Дионисия. Память священномученика Дионисия Археопагита. Он был учеником святого Павла. В 1995 году папа Климент Дионисия отправил в Галлию, чтобы там проповедовать христианскую веру. В городе Париже он многих обратил от идолослужения к вере в Господа. Однако был схвачен язычниками и обезглавлен тупою секирою. Денисию приписывают несколько сочинений под названием Археопагитики, которые оказали влияние на развитие христианского учения. Сегодняшний день в народе называли Денис Позимний. День считался опасным. Народ опасался порчи. В народе верили, что сегодня выходят осенние лихорадки, которые шатаются по белу свету и портят людей. Поэтому и говорили, пришел Денис, лихого взгляда берегись. Сегодня читали самые разнообразные заговоры от нечистой силы, осенней лихорадки, сглаза и порчи. Именно сегодня заговоры работали лучше всего. Считали, что темную силу способен отпугнуть запах чеснока и лука. Связки с этими овощами специально подвешивали над дверьми и окнами, чтобы заградить им вход. Подобным опасением есть и рациональное объяснение. Приход от лета к зиме требует приспособления организма к изменениям погоды, которые часто приводили к простудным заболеваниям и обострению хронических заболеваний. Фитонциды лука и чеснока в какой-то мере защищали человека. Также верили, что бороться с лихорадкой помогает осиновая кора. Ее всегда старались носить с собой. Кстати, из нее был получен аспирин, оказывающий обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. В доме старались держать и осиновое полено. Если сводило ноги, то клали их на это полено. Если болела голова, то на полено клали голову и отдыхали некоторое время. Оказывается, осиновое полено прекрасно полощает болезнетворную энергию, тем и дает реальное облегчение. Приметы. Денис, лихого глаза берегись. Низкие темные облака предвещают холод и снегопад. Галки собираются стаями и кричат к ясной погоде. Воробьи перелетают стайками с места на место. Будет не Настя. Если мыши выкопали норы на южную сторону в холодной зиме. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать. А для того, чтобы вам помогать.